Ферман возвращается для операции на сердце дочери Танчжу. Но ситуация крайне плачевная. Тем временем Али колеблется с предложением Фермана покинуть больницу, а когда Вуслат узнает о происшествии и начинает его заманивать, то застревает. Пока Танчжу сталкивается со своим прошлым, Назли пытается представить себе больницу без Фермана и Али. Али наконец принимает решение, но при неожиданном развитии событий именно Назлы изменит всю жизнь Али. Ферман прощается с больницей, дочь Танчжу, которая живет за границей со своей матерью, убита горем. Ферман и Али сразу попадают в больницу. Этих двоих ждет сложная операция в проведенных обследованиях. Брат и сестра, успешно перенесшие операцию, он начинает ждать, пока девочка выздоровеет. Танчжу примет трудное решение и будет бороться со своей бывшей женой, чтобы ее дочь была рядом с ним. Белисс обещает быть с ним. Вуслат злится, что Ферман хочет забрать Али с собой, когда уезжает. Он начинает жестикулировать, чтобы Али остался в больнице. С другой стороны, он пытается произвести впечатление на Назлы. Али остается между ними. Когда Дарук говорит ему идти с платом, он даже совершает тест-драйв с Назлы в машине с открытым верхом. Назлы обещает быть рядом с ней. Несмотря ни на что, Гулис, покинувший солнце, она понимает, что Муфсин влюблен в нее, и вынуждена сказать мужчине, что ее чувство – не более чем дружба. Вуслат признается Али, что она дала ему жизнь в этой больнице, и говорит, что он может делать все, что хочет, и снимает с него давление. Али также позволяет Вуслату показать ему открытки, которые Иза прислал ему из мест, где он был, и позволить ему прочитать их. В больнице, рядом с Муфсин, за ней ухаживает девушка, потерявшая сознание, Дарук, которому сделали новую операцию на головном мозге, и он заскучал. Давая совет Назлы, он идет поесть с больной девушкой. Когда девушка заболевает, она тут же возвращается в больницу и слышит строгий выговор от Мухсина. Хотя семья девушки очень богата, им это неинтересно, так как они думают, что их дочь больна шизофренией. Девушка выздоравливает, благодаря нашим врачам, которые обнаруживают, что ситуация не такая, как они думали. Пока Ферман собирает вещи, сотрудники устраивают ему небольшое прощание. Они получают подарки, Али говорит, что примет решение через две недели после ухода Фермана. В конце эпизода Али понимает, что без декрета он не сможет оставаться в больнице, но Назлы сообщает ему, что беременна. Ферман выходит из больницы и предлагает это Али. Али приходит к Назлы с подушкой в руке. Она хочет добраться до фазы сна с ним. Он хочет двигаться вперед подконтрольно, но потом убеждается, что если они будут спать с Назлы понемногу каждый день, то смогут этого добиться. В конце эпизода из-за слов Дарука, поверив ему, Али удается стать любовником Назлы. В больницу приезжает скорая помощь. Однако дверь приближающейся скорой помощи закрыта. Когда Ферман, Назлы и Мухсин открывают дверь, на них прыгает мужчина. Это как сумасшествие, он кусает руку Фермана, пытаясь удержать его. Он укусил обоих людей в машине скорой помощи. Мухсин ставит мужчине диагноз «бешенство». Дарук обнаруживает, что у мужчины было бешенство при пересадке живого органа. Их вакцинируют во время карантинных и дезинфекционных процессов. Мужчина умирает по мере того, как его болезнь прогрессирует. Белиз, обеспокоенный тем, что руку Фермана укусил больной бешенством человек, говорит, что хочет жениться. Когда Ферман говорит, что его предыдущее предложение в силе, они принимают решение в этом направлении и ждут счастливо и взволнованно. Дарук хочет, чтобы они удалили пулю из его мозга, но пуля находится в очень трудном месте. За исключением случаев, когда он вводится спереди, есть и другие опасности, если войти сзади. Затем с ним разговаривает в услад, но когда разговор дает обратный эффект, молодой человек встает с постели, садится на свой мотоцикл и разбивается. Они начинают держать Дарука в коме, но не могут решить, как делать операцию. Дарук, который не хочет никого из своей семьи, он оставляет Али принять окончательное решение. С решением, которое нашел Али, мы с Муфсином могли легко провести операцию. Али начинает называть Муфсина, Хаджа, потому что вместе они легко нашли решение. В больницу прибывает женщина-фермер, которая обязательно умрет, потому что ни одна другая больница не хочет работать. У женщины, отравленной пестицидами, проблемы с сердцем. Хотя Ферман хочет сделать операцию и попытаться спасти женщину, его никто не поддержит, потому что, если пациент умрет, он снизит и свой бал, и бал больницы. Ферман проводит секретную операцию с Силви и Назлы, но его ловит Муфсин. Муфсин несколько раз кричит Гулизу, который нервничает из-за операции Дарука. В конце эпизода он думает, что расстроил плачущую в коридоре девушку, но говорит, что переедет в другой город из-за телешоу, которое приняла Гюнэш. Муфсин рад, что девушка расстается со своим парнем и приглашает Гюлис в магазин сладостей, чтобы сделать ее счастливой. Несмотря на то, что Ферман потерял своего пациента в операции, в которой он тайно противостоял всем, муж пациента благодарен ему хотя бы за то, что он попытался. Однако из-за того, что Муфсин накричал на него во время операции и все думали о деньгах или счете, Ферман объявил о своей отставке. Хотя Белис не может помешать ему, она идет к Али и сообщает ему, что покинет больницу, и говорит, ты тоже приходи. Будет ли Али делать свою специализацию в сердце или мозге? Али теперь врач-специалист, но сейчас перед ним стоит нелегкий выбор. В какой области он будет специализироваться? Будет ли он кардиологом, как Ферман, которого любит, как своего брата? Будет ли он нейрохирургом, как Адель, который его вырастил? И Муфсин, и Ферман пытаются сжать и направить Али. Они пытаются произвести на него впечатление, беря его в свои операции. Он даже прибегает к подбрасыванию монеты, когда равенство не нарушается, когда он спрашивает своих друзей. Тан Джу, с другой стороны, еще больше сбивает его с толку, говоря разные ветви. После того, как Назлы принимает предложение руки и сердца, она думает, что им нужно привыкнуть друг к другу, и решает остаться на ночь в постели в доме Али. Свечи, цветы, ночные сорочки заставляют Али волноваться еще больше. Когда Али не может уйти с дороги, он просит помощи у Демира. Демир берет с собой девушек и идет к Али, говоря, что мы поговорим о его специализации, пока Назлы запланировал особенный вечер. Назлы понимает ситуацию и выходит из дома, но не выступает против Али. Они соглашаются с решением проявить понимание и оставить ситуацию на время. Хотя Белис в услад ее смущает, она выбирает Фермана. Он рассказывает Тан Джу о ситуации и прощается. Он сообщает Ферману о своем решении и позволяет им собрать свои вещи и вместе пойти домой. В больницу приходят две девочки одного возраста. Их родители не знали друг друга. Бедная семья была садовником богатой. Когда матери хотят сдать кровь, выясняется, что девочки им не принадлежат. По некоторым деталям Али понимает, что их мать, дочь, родившая в это же время, изменилась. Делаются тесты и понятно, что правда именно такова. Семьи в замешательстве. Споры возникают, когда состояние одной из девушек ухудшается. В конце концов, все решают оставить девочку, которую вырастили. Мать 15-летней девочки, поступившей в травмпункт с учащенным сердцебиением, не хотела делать анализ крови и хотела его убрать.